Итак, дорогие друзья, всем привет, всем привет, доброе утро. Учаем свет, чтобы было больше света. Чем больше света, тем лучше видно. Это как бы закон жизни. Учение свет, не учение, чуть свет на работу. Всё. И учение — это свет, знание — свет, знание — сила. И мы сейчас постигаем самые крутые знания, которые только есть. Знание — сила. Так, хорошо, собираются сейчас основные участники. То есть Лиля Берман уже с нами. Всё отлично, собираются. Всем привет. Всем привет. Что-то комментарии плохо идут. Медленно. Какие-то сбои сегодня в международном Фейсбуке. Вот я чувствую, что есть сбои. Как-то всё идёт очень нелегко. Кто это возмущённые лица посылает? Нельзя возмущённые смайлики посылать. Это же смайлики. Они должны быть радостными. Хорошо. Всё. Мы продолжаем изучать. 27 глава. Сегодня у нас 8 отрывок. Мы закончили очень важным отрывком, что мы как бы... Царь Соломон нас научил, Царь Соломон, да, что когда ты сильно насыщаешься, то наступает пресыщение и уровень удовольствия падает. То есть написано в 7 отрывке, что душа насыщенная, так она пренебрегает даже сладким мёдом. А душа голодная для неё даже горькая, сладкая. То есть когда ты голодный, то тебе хоть даже траву поесть бы и уже думаешь, вау, трава. То есть бывает, когда ты на этом самом... Если пост, и ты пост, и прям реально хочется кушать, ты думаешь, хоть бы травы сейчас бы пожевать, да. И я помню в детстве вытаскивали такие травинки, и там была белая такая часть, она была сладенькая такая, да. То есть или там, я помню, в пионерском ладере мы клали травинку на муравейник. Муравьи это травинку, там что-то, кислоток какой-то. В общем, ели всякую гадость, и она оказалась вкусной. А потом человек уже взрослый, уже всего попробовал. И ему, значит, уже пресвящение. Теперь восьмой отрывок. Восьмой отрывок переходит вообще в другую плоскость. Переходит в другую плоскость, но от этого это ещё и интереснее, потому что царь Славонна знакомит полностью с устройством мира, как мир работает. Он же в начале Мишли, он так и сказал. Он говорит, я написал эту книгу, для чего написал Мишли. Значит, как там написано? Давайте в первой главе он прямо сразу написал, для чего он написал эту книгу, для кого у него была цель и царя Славонна. Вот он написал так, что это Мишли и Шлома, сына Давида, царя Израиля. Притча Шлома, сына Давида, царя Израиля. И дальше он во втором отрывке так сказал. Чтобы мы познали божественную мудрость. И мусар — это система управления собой и своим мозгом. Чтобы мы познали божественную мудрость и систему управления своим мозгом. И чтобы мы научились понимать слова логики. То есть логика — это не очевидное знание, а логика — это выводы. То есть логика — это умение увидеть что-то или узнать что-то и сделать из него выводы. И вот он нас учит делать правильные выводы, как все работает. То есть это как бы его цель была. И дальше, в третьем отрывке, он нам дальше сообщает, он пишет. Чтобы вы взяли мусараскель, это высшая система абстрактного мышления, если перевести на современный язык. Чтобы вы взяли вот это вот мусараскель, высшее постижение интеллектуальное, куда может зайти интеллект. И чтобы вы узнали, что такое справедливость, что такое суд. И что такое мишарим, что такое прямой путь, золотая середина. Вот это то, что нас учит, то, зачем мы здесь вообще находимся. Латет ли птаим арман, чтобы дать наивным хитрость. То есть он говорит, есть люди наивные, то есть они как бы видят мир, как бы в двухкласс... Ну, знаете, есть двухмерный мир. И наивный человек, он все воспринимает вот как есть, да? Он говорит, нет, я научу наивных хитрости. Леонард, да, Тумазима. И я подросткам дам познание мира, как он работает. Умазима, это, ну, Мазима, это как бы быть намерен, намерение быть... Как я сказал, вот взрослые люди, они такие уже прям, ну, понимают, матерыми. Да, вот это Мазима, это такое матерость, да. Ишма Хахам, если ты уже Хахам, так послушает это мудрец и в ЕСФ Леках. И он добавит себе какие-то уроки. Если ты уже знаешь божественную мудрость, ты добавишь себе какие-то уроки. А тот, кто уже навон, у кого есть логика, то есть навон, это человек, который обладает уже вот таким вот логическим мышлением, он хитрости дополнительно узнает. То есть логика, выводы можно делать разными способами, и вот тот, кто уже навон, он приобретет себе некоторые новые способы, так было, так не. И научишься ты понимать Машаль, умы лица, ты научишься понимать Кафары, Дибреха, Камим, Вахидатам. И слова мудрецов, и их загадки, потому что практически вся Тора, вот если мы возьмем Талхут, мудрецы, они все время ссылаются на Мишли. То есть ты поймешь их язык, потому что они все использовали Мишли как способ передачи, способ передачи мудрости. И когда ты Мишлей пройдешь, то тебе будет понятно, что они говорят. Это как бы я дал предисловие, а теперь мы переходим к 27 главе, 27 глава, 8 отрывок, нам говорит так. Как птичка, но дед от Минкина, как птичка, она, но дед, это, ну вот, птица бывает прямо летит, она так туда-сюда, туда-сюда, но дед. Как птичка, она, так же человек. Так же человек, но дед, так же человек, он, но дед, как переводят на русский, если есть перевод, вот, давай. Значит, 8 посол, 27 глава, сейчас открою. Перевод. Птичка, покидающая. Ну, дед, это не покидающая, но дед, это, вот даже само слово показывает, ну, мид на дед, как на качеля, на дне, да, это как качеля, это не покидающая, а туда-сюда, туда-сюда летающая. Сейчас, как птица, она, она колбасится туда-сюда из гнезда, мечется, да, то есть она из гнезда, то туда, то сюда, то она вернулась в гнездо, то она в гнезда, но ее все время гнездо тянет обратно, да. То есть, как птица, покидающая свое гнездо, так человек, покидающий место свое. Как птица, но дедед, птица, ну, не покидающая, но дедед, как сказать, двигающаяся из своего гнезда, так же человек двигается со своего места. Значит, здесь после объяснения мудрецов становится понятно, что имелось в виду. Значит, имелось в виду следующее. Человеку, давайте разберемся про человека. Человеку легко покидать свое место или сложно? Сложно. Говорят, что переезд, он похож на пожар. То есть человеку, в принципе, он перерастает, как бы, корнями к своему месту. И хотя он вынужден, на сегодня посчитали, что в Америке человек там, пока сядет, он переезжает 5 или 6 раз. С места на место, ну, такая статистика. То есть люди идут на работу, их пересылают с одного места на другое. Мы, я не помню точно, но жена посчитала, что мы переезжали 18 раз, больше, чем в Америке. 18 раз мы переезжали с места на место, только вместе с ней. А до этого я еще переезжал раз, наверное, 20. Но как человек, как птица, куда бы она ни металась, но ей хочется вернуться в свое гнездо, так же человек, ему хочется вернуться в свое гнездо. Такое вот так объясняют мудрецы. Но они объясняют, царь же Соломон это Тора, это он передает нам божественную мудрость. Так тогда какая же здесь божественная мудрость? А божественная мудрость такая, что человек, его душа, она, ее место, то есть человек это как, что такое человек? Есть тело, тело это животное. Ну, то есть тело, оно не думает, у тела есть инстинкты. Если у человека интеллект, этот интеллект обрабатывает желание, обрабатывает намерение. То есть ты, у тебя есть намерение, а твой интеллект, значит, должен тебе дать информацию о том, как твое желание реализовать. Есть душа, душа человека это божественный луч. И божественный луч, человек, как бы он связан с Богом. Теперь вопрос, где я, то есть где я. Телу хочется там размножаться, лежать, ну как животное, да, то есть хочется гнездо там, ну и все, в принципе, да. Гнездо и самка, чтобы говорят, да, там, например. И пожрать, чтобы было. Теперь, а душа человека? Интеллекту все равно. Интеллекту ему даешь задачу, так, где бы, если интеллект работает над инстинктами, то инстинкты ему сигналят. Ну, первое, что надо удовлетворить, физиологические потребности. Интеллект обрабатывает, где взять воды, где взять питья, где по это. Второе, есть потребность безопасности. Интеллект тебе обрабатывает, он как бы вырабатывает способы, как интеллекту кажется, что ты будешь в безопасности. И человеку кажется, что будут деньги, будет больше денег, будет больше безопасности. Хотя это не факт, чем больше денег, тем ты попадаешь иногда в большую опасность. Но как бы интеллект, он настроен на деньги. Дальше у человека уже есть деньги, у него интеллект начинает с кем общаться. То есть, когда человек вот, он переехал, например, куда-нибудь там, ему платят, хорошо, все, он сидит уже, думает, ну, блин, ну и деньги есть, и все, а скукотища такая, не с кем общаться. Человеку надо с кем-то общаться. Потом он с кем-то начинает общаться, ему дальше, у него потребность инстинктивная быть первым в этой группе. Ну, к примеру, чтобы его уважали, там, почитание. Это все я рассказываю пирамидам о словах. Интеллект — это, в принципе, он слуга, но который часто обманывает и захватывает власть. Интеллект должен давать способы, как реализовать желания, но интеллект, он подсказывает иногда абсолютно, он живет своей жизнью. То есть, вот этот компьютер, он живет абсолютно своей жизнью. Теперь, дальше нам сказал царь Соломон следует. А, и вот это вот объяснение духовное, что душа человека, она все время тянет к Богу. И человек не может быть удовлетворен окончательно, то есть, так как Бог безграничный, и у человека есть вот это вот, он подобен Богу. По образу и подобию Бога имеется в виду, что у человека есть эта божественная душа. И в этот момент, когда что бы ни было у человека, если у него душа включена, его все время тянет больше. И почему тянет больше? Потому что Бог безграничный, и человека тянет безграничность. И поэтому птица ей нигде не сидится, потому что ее тянет все время куда-то летать. И человек, с одной стороны, ему хочется постоянства, а с другой стороны, ему хочется разнообразия, расширения. Он хочет не прожить жизнь пустую, все увидеть, все попробовать, все повидать. То есть с ним борются вот эти вот две составляющие. Желание к постоянству и, наоборот, желание к расширению. Понятно, да? И мы можем посмотреть, так как тело человека, оно связано с животными, то есть это животное тело, то мы похожи на животных. Где-то на птичку, где-то на быка, где-то на льва, где-то на разных животных. То есть каждый человек похож на… в нем есть часть, в человеке есть часть всех животных. Дальше. Девятый отрывок. Шемен, укторет и сама хлев. Значит, масло и укторет – это воскурение, радует сердце. Масло и воскурение радует сердце. У мета креу мацат нофиш. Значит, и мета креу – это сейчас. Масло и курение радует сердце, а сладость друга в задушевном совете. Значит, как понять? Давайте разберемся. Вот человек вдыхает какой-то дым или какой-то вкусный запах. Вот пользуются духами люди, все. И запахи, они радуют мышление. То есть через запах человек может менять свое состояние сердца, эмоциональное состояние. В наше время мы как бы уже, ну, притуплены. У нас очень идет перекос в… Вот у человека есть пять органов чувств, через которые он получает сигналы от окружающего мира. Глаза, запах, запах, сезание. А сезание он чувствует. Теперь, значит, если человек в наше время, в наше время количество сигналов, которые человек принимает, визуальных сигналов, оно зашкаливает. То есть просто зашкаливает. И с утра я проснулся, я посмотрел там одно, второе, третье. То есть идет информационный поток, зашаривает. У человека мозг, а как происходит? Заходят сигналы в глаза, в уши, в осязаемые. Дальше мозгу они превращаются в какие-то картинки. Картинки 5D, да, такие, в которых соединяется… Представляете, какая-то машина работает в мозге, что весь входящий сигнал соединяется в какие-то картинки. Эти картинки человек запоминает, они у него там прессуются в органы. Потом каждый сигнал человек уже не видит, он видит, как бы заходит сигнал, а у него уже поднимается из памяти вот этот слайд, который соответствует сигналу. То есть ему не надо каждый раз, каждый раз создавать, как компьютер, создавать новое изображение. Потому что если я вижу Алика, то я, в принципе, мне, ну так, оп, Алик. И у меня уже Алик всплыл, как бы, поднимая из памяти Алик. И я, например, я даже не всматриваю, если это тот Алик или не тот Алик, да. То есть меня, например, Фейсбук все время принимает за Алика. То есть он видит мою фотографию, он спрашивает, это Алик? Я говорю, нет, это не Алик, ты вообще достал, почему Алик? А он как бы опознал меня, ну, что я похож на Алика, и он каждый раз меня путает с Аликом. И также, когда я вижу сегодняшнего Алика, я его путаю все время со вчерашним Аликом. Потому что сегодня Алик уже изменится миллион раз. У него внутри могли быть прозрение, озарение, там, изменения. У него могла быть трансформация, он мог стать просветленным и кем угодно. Но у меня файлы в системе моей, у меня Алик, которого я знал 10 лет назад. И я каждый раз, видя человека, я не вижу его настоящего. Я вижу его файл, он у меня живет в нашей стране. Да, то есть вообще, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. А вот эта система, я не знаю. Тут наши люди, у них было все по-другому. Вот так.